Беларусь вступила в 21 век в условиях, когда внешние и внутренние угрозы требуют от государства активного реагирования на них с целью повышения уровня национальной безопасности. Особенно остро стоит проблема обеспечения экономической безопасности. И касается это не только нашей страны. Сотрудники государственного таможенного комитета в приоритет своей работы ставят правоохранительную деятельность по выявлению, пресечению и профилактике экономических преступлений и правонарушений. На семинаре-совещании, собравшем в месте представитель девяти таможенных пунктов пропуска, отмечалось, что в данном направлении наблюдается устойчивая тенденция к повышению эффективности. Таможенные органы в целом, не только правоохранительный блок, но и наши сотрудники, которые работают на линии оформления таможенного контроля, стараются выявлять как можно больше фактов, вдумчиво подходить к каждому факту выявления контрабанды. С использованием неинтрузивных методов досмотра, это инспекционно-досмотровые комплексы, с использованием непосредственно оперативно-розыскной деятельности, формы методов ее. Также мы очень широко используем в своей деятельности подразделение кинологической службы. Оно у нас насчитывает 41 сотрудник и 43 помощника наших четвероногих. С применением кинологической службы в этом году пресечена 21 попытка контрабандного перемещения наркотических средств. Из незаконного оборота изъято порядка 100 килограмм ядовитого зелия и психотропных препаратов. Особый акцент в деятельности таможенных органов сделан на выявление правонарушения экономического характера. Таковых в этом году немало. В этом году возбуждено 24 уголовных дела по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей. Предотвращенный ущерб составил более 10 миллиардов рублей. Для сравнения, за весь 2012 год эта сумма составила 19,5 миллиардов. Но в своей деятельности мы не сбрасываем и человеческий фактор. Ведь человек – это, скажем так, универсальная машина, которая может проанализировать, проанализировать, просчитать, организовать то или иное спецмероприятие, либо оперативно-раскную деятельность подключаем в выявлении данного рода преступлений. Человек – это сотрудник таможни, это на вес золота. Но, естественно, если оснащен еще аппаратурой, то, конечно, в разы возрастает качество работы. За нашими плечами, скажем так, стоит не только территория Республики Беларусь, но и территория стран таможенного союза – это Россия, Казахстан. Мы защищаем, стоим на охране не только экономической безопасности наших стран таможенного союза, но и на защите здоровья жизни граждан. Современная оснащенность пунктов таможенных органов, инновационные технологии контроля, системность работы, а также сотрудничество с иными правоохранительными органами позволили выявить и пресечь нарушений законодательства на 16% больше, чем в 2012 году. Объемы изъятых контрабандных товаров возросли почти в полтора раза. Выявлен ряд каналов незаконного перемещения через границу под акцизной продукции, драгоценных металлов, валюты, наркотиков. В этом году у нас было очень весомое задержание сотрудниками на линии оформления таможенного контроля Ашмянской таможни. Это переход был Котловка с использованием инспекционного досмотрового комплекса. Сотрудник обратил внимание, что находится тайник, двойной пол. Когда скрыли тайник, начали работать дальше, то было установлено, что перемещается особо опасное наркотическое средство героин в количестве более 87 килограммов. Данный груз следовал транзитом из Грузии через Российскую Федерацию, Республику Беларусь, Литву и конечная точка разгрузки – это была Латвия. Сумма, предварительная сумма оценки, как было оценено экспертами, более 6,5 миллионов долларов. Белорусские таможенники сегодня – это специалисты с экономическим и юридическим образованиями, владеющие иностранными языками, компьютерной техникой и средствами технического контроля, способные на практике реализовывать знания таможенного законодательства и успешно решать государственные задачи. Продолжение следует...